всем привет как всегда надоел наверное я вам уже но тем не менее благодарю всех тех кто смотрит вот эти мои монологи вот эти замечательные ролики благодарю вас за материальную поддержку которую вы оказываете каналу и за комментарии которые я читаю с огромным удовольствием читаю каждый день отвечать не успеваю на все но на какие-то что-то где-то успеваю и еще раз напомню вам о том что если вы хотите увидеть какую-нибудь пластинку здесь в моих руках то посмотрите сначала на плейлисты или в плейлисты потому что вполне вероятно что пластинка там уже есть ну в смысле уже показано так что будем продолжать поскольку количество записанной рок-музыки она в рамках человеческой жизни бесконечно все впереди все впереди в общем все еще впереди ну а сейчас я покажу пластиночку вот такую называется она the outlaw outlaw blues band противозаконный незаконный и вообще поперек всего в блюзовый коллектив название абсолютно говори хэй мэм ну она называется хэй мэм эс хэй бат ю will dig it на самом деле называется просто the outlaw blues band это первый альбом 1968 год группа из чикаго столица блюза но одна из столиц условно все условно все ничего ничего такого конкретного нет в рок-музыке потому что и столиц блюза масса например санкт-петербург ленинград москва новосибирск чикаго нью-йорк лос-анджелес что угодно блюз играли везде и из очень хорошими результатами отличного качества так что ну это маленькое отступление тем не менее принято считать что чикаго это столица блюза одна из да возвращаясь обратно ну конечно там было есть масса блюзовых клубов прекрасные музыканты вышли из чикагских клубов огромное число прекрасных музыкантов но про студию час рекордс что и говорить все знают да компанию час которая выпустила нетленную классику блюзы но это белая группа играли они в одном из чикагских клубов и их оттуда поперли потому что подход к блюзу у этих артистов был совершенно не такой как у всех у всех 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 остальных блюзовых артистов звучали не настолько непривычно что можно было сказать даже неприлично что их просто оттуда поперли и насколько я понимаю группа переехала в калифорнию и там заключила контракт с продюсером который занимался в том числе и рубском пластинок джона калтрейна вот так вот почему так получилось потому что можно это назвать джаз роком но не пугайтесь сразу здесь есть духовые достаточно много но звучит все так как будто эти духовые не духовые я знаю что очень многие из тех кто смотрит этот канал эти ролики не любят вообще духовые инструменты ну я читаю комментарии вижу ой опять дудки опять опять это вот медь латунь и вот это все многие не любят хотя конечно джазовых роликов достаточно у меня роликов посвященных джазу корректней скажем и они тоже пользуются успехом судя по комментариям но тем не менее для тех кто не любит звучание духовых я скажу что не бойтесь слушать этот альбом несмотря на то что здесь много так называемых дудок но звучит все так как будто это не дудки а что-то такое как бы дудки но 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 не так как у группы chicago скажем и blood sweet and tears и я уже не говорю про чисто джазовые коллективы звучание очень странное и вообще такое впечатление что артисты the outlaw blues band это группа сопровождения каптана бифхарта записавший альбом в тот момент когда бифхарт пошел писать свои картины он же художником был еще помимо всего основное его занятие это живопись а потом уже музыка вот пока бифхарт писал свои картины его группа сыграла свою собственную музыку но это 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 я так просто для примера сказал конечно они с бифхартом не не работали эти артисты группа записала всего два альбома это ни о чем не говорит совершенно потому что это свободное творчество это настолько вот судя потому что я слышу настолько упертые в музыку люди что конечно было не все равно покупают их пластинки или не покупают потому что деньги нужны хотя бы для того чтобы записать следующий альбом хотя бы для того чтобы обновить свой инструментарий потому что инструменты требуют ухода требует вложения денег так или иначе требует обновления и все такое проще все это знают но те по крайней мере кто играет на гитаре или там на барабанах и на чем угодно я думаю что я не знаю историю этих артистов дальнейшую я думаю что они просто разошлись и пошли своим путем где-то играть другую музыку по самым разным причинам музыка здесь настолько она не коммерческая блюз вообще не коммерческая музыка в принципе а здесь она настолько творческая не пугайтесь этого слова что явно эти люди не стремились получать грэмми и выходить в большой поп в большой попс как многие другие артисты очень хорошая история музыкальная ну я озвучу инструментарий для начала джо уайтман тенор сопрано саксофон флейта неизвестное мне название инструментов тут очень много экзотических всяких звуков филипп джон лидер и ритм гитара лидирующий вокал в нескольких песнях виктор и ильм он ударные percussia и неизвестные природе перкуссионные инструменты отдельно прописанные джо францис гонзалес бас лидирующий вокал в нескольких песнях и опять-таки неизвестные мне инструменты леон риббинхолд гармоника лидирующий вокал в нескольких песнях и неизвестные в природе инструменты. И Рэнди Гаррисон, костюмы, моральное сопровождение и, я так понимаю, элемент вдохновения для артистов. Будете слушать этот альбом, он вам может не понравиться по первому прослушиванию. Я сразу говорю, что нужно слушать второй раз и третий раз. И с третьего раза зайдет так, что побежите в магазин, ну или там на Черный рынок, искать, покупать, ставить на полку и периодически слушать. Потому что это настолько интересно. Ну, это и не Кэптен Бифхард, это и не Заппа, это и не Джон Майл, и это очень своеобразная, конечно, штука. И они здесь пишут, что мы пошли от Рока в сторону Калтрейна и дальше, и за Калтрейна еще и глубже. получилось, надо сказать, Табако Роуд, первая песня, известный номер, кавер, да, который играли и Спуки Туз, там и Степен Вулф, и много-много-много кто. Но здесь Табако Роуд сыграно, сразу понятно, что дальше будет все непросто, дальше будет интересно, потому что она сыграно не в прямую, Ту-ду-ду-ду-ду-ду, Табако Роуд, можно и так, можно в прямую замолотить, и будет еще один двухтысячный кавер на известную песню. Здесь сразу вступают духовые, такие диссонирующие аккорды, которые всю песню сопровождают, и они не дают расслабиться, они не дают упасть вот в эту прямую, прямое рубилово, такое, они все время держат напряжение, и правильно держат, потому что за вторым куплетом начинается модуляция, точнее, случается модуляция, начинается гитарное соло, гитара на дикой громкости, и это не ошибка продюсерская, это явно так и нужно, потому что таких ошибок быть не может, когда ручка громкости выведена, фейт на пульте выведена, на полную, просто лупит по ушам, так задумано, очевидно, очень здорово, все это с саксофоном еще, который сопровождает помимо пачки духовых, вот этих диссонирующих еще и саксофонное соло, в общем, сразу такая зацепочка на весь альбом, дальше что-то, что-то очень нетрадиционал, очень нетрадиционное исполнение, но здорово сыграно все, вот следующая песня, одно название, чего стоит, настоящая блюзовая песня, «Try to be a good boy, but I'm worse than a Nazi», я хотел быть хорошим парнем, но я на самом деле еще хуже, чем нацист, песня на шесть с половиной минут, классический блюз, соло на губной гармошке, соло на саксофоне, соло на гитаре и пение, все это длинно, и все это с уходами уже в «Привет, привет на горизонте» появляется Джон Калтрейн, где-то там, я имею в виду, солирующие партии, как бы с одной стороны и блюз, а с другой стороны уже и свободный джаз, но свободный не настолько, чтобы люди, которые не любят джаз, сказать, ой, джазюга, нет, это вот я слушать не буду, а это затягивает в блюз и в рок, и так это очень интересно, но не как Чикаго, я повторюсь, а как как Кэптен Бифхард смешанный с британским блюзом, что интересно, что это американская группа, но когда они начинают петь, такое ощущение, что группа английская, поют абсолютно в английской манере, с английскими тембрами, что это такое, я не понимаю сам, но английские блюзовые группы от американских отличаются радикально, очень сильно, за счет, в том числе, и вокального посыла своего. How Bad Love Can Be, это уже ближе просто к блюзу, уже без вот этих вот Калтрейновских штучек, но тем не менее, все присутствует. А вот четвертая песня, I've got to have peace on my mind, вот эту песню, четвертая, последняя на первой стороне, я бы ее вставил, если собрать, скажем, сотню самых диких песен рок-н-ролла, самых зверских, самых диких, самых отвязанных, самых жутких, она туда войдет, ну, место двадцатое, наверное, займет в сотне. Абсолютное безумие, беспредел, страшный, блюзовая форма, но и крик, и калтрейновские вот эти заходы, ну, псевдо-калтрейновские в свободный джаз, в солирующих инструментах, и адская реверберация, адская реверберация, ни у кого такой не было, ни у, там, Pink Floyd, ни у кого, ни у кого вообще, то есть все просто не у Хендрикса, все вот это вот, дилей накладывается на дилей, реверберация уносит куда-то в неземные дали, то есть это как бы, можно назвать это психоделией, можно не называть психоделией, но это удивительно прекрасное произведение, совершенно нетрадиционное. Lesson the Blues начинает вторую сторону, ну, более или менее как-то в блюз пошли, да, губная гармошка, саксофон, опять-таки все, и что интересно, я уже говорил, гитара солирующая, когда она начинает играть, как правило, их две, одна тихонько-тихонько где-то сзади, вторая лупит просто на, там, плюс 10, бас грохочущий, барабаны грохочущие, ритм-секция отличная, ритм-секция просто сваливается в джаз в чистом виде, в чистом виде, и на фоне этого кошмарного грохота еще и вибрафон начинает играть, нежные, вот эти вот прозрачные, воздушные звуки вибрафона, флейта подключается, и чего там только нет, но, несмотря на обилие инструментов, которые звучат в полотне, нет ощущения перегруза инструментального, потому что, когда группа начинает впаривать на записи ситар, флейту, трубу, саксофон, там, тубу, этот самый, там, клавишные разнообразные, ощущение всегда такое, просто такой каши, очень много всего наворочено, очень много инструментов, скрипка еще где-то появляется там все, а здесь этого нет, здесь всего очень много, но ощущение перегруза не возникает, все звучит очень прозрачно, вместе с тем очень громко и мощно, Death Dog of Doom, второй номер, восемь минут с лишним, чисто блюзово-джазовая импровизация, уже куда-то в сторону Майлса Дэвиса, наверное, уходит, но при этом в роковой, в блюз-роковой форме все это остается, и все это прозрачно, интересно, и вполне слушабельно, Sweet Sixteen, песня Би-Би Кинга, Би-Би Кинг сам, в общем, склонялся в сторону джаза, но если бы он услышал вот эту версию, я думаю, что он услышал ее, конечно, я не знаю, что он подумал, не знаю, неизвестно мне, природа, информации нет об этом, но достаточно зверское прочтение, и последний номер, Two Trains Running, это привет уже откровенно Джону Калтрейну, с его полотнами, Two Trains Running, это, ну, уже сорвались в джаз, просто по-настоящему, в джаз-рок, как угодно можно называть, но уже впрямую показали, что мы умеем это так, мы вот играли-играли такой приджазованный блюз, а здесь мы уже будем играть приблюзованный джаз, и очень громко, агрессивно, как у Калтрейна, кстати говоря, в общем, большое удовольствие я получил от этой пластинки, чего и вам желаю, а сам пошел правильно пить, пока!